здравствуйте уважаемые подписчики давно не встречались с вами в этом формате наступило лето какое не есть но все равно лет решили мы пройтись по нашему центральному парку парку дай пять посмотреть какие работы там проведены что в каком состоянии перезимовал этот парк последний раз мы там были на салюте и только ночью вот поэтому будет интересно но сразу забегая вперед тут у нас как бы не просто такой обзорчик но еще плюс небольшой такой вопрос к аудитории соответственно с легким разоблачением заглавим его очень просто есть у группы сплин такая песня мы не знали друг друга до этого лета и как подытожим лучше бы не знали поехали начнем с знаменитого места которое не понравилось всем балаковцам это гранитная площадка вот и собственно говоря все самое решение вычетчик спрятан это ничего не лежит это может быть это сделано на случай каких-то майданов у нас чтобы протестующим было удобно доставать эту брусчатку и кидать я вот в кроссовках иду и ну как бы может моему плоскостопие ты и на пользу идет остальным людям вряд ли ну некрасиво посмотреть просто куски огрызки вот эти как сломанные зубы во рту ну чё это такое как вы помните в том году встречались с подрядчиком приезжали все сми нас подрядчик уверял о том что все будет хорошо все отлично сейчас это вот то что разнопланово там гранит торчит как клыки какие-то будет укатана все и будет все эстетично и красиво на тюрлях ну вот как показ практика не получилось и вот издалека смотреть видно что вот здесь вот лужи лежат все видели балаковцы что это и вот этот песок который просто как будто битого кирпича накидали никакой эстетики никакого никакой логики в этой кладке нету отвратительно а денег угроблена ведь он дорогущий и вот посредине куча вот это вот хочу отметить что совершенно недавно на майские праздники мы ездили в астрахань и на площади ленина там также вот есть такие элементы уложены вот этим гранитом но они там вписываются в общую концепцию и продолжают как бы тротуарную плитку выглядит это эстетично нормально красиво но я думаю что во многих городах ты даже по россии катаясь вы видели что эта плитка точно ложится не так по поводу самого проекта этого катка который зимой люди писали в социальных сетях вот прошел как бы сезон что заливать приходится на разный уровень и вот там где кирпич этот гранит торчит ближе к поверхности льда лед протирается и ты коньком или соответственно цепляешь это все и падаешь в общем проект не так неудачный не так неудачно что интересно это как реализовали сам стык вот этой зоны гранита ну и там продолжение где обычная лежит плитка хорошие вот хорошо уложены и как это все стыкуется переходит из одной зоны в другую давайте посмотрим вот граждане к самому концу стыка где уже с обычной плиткой просто это безобразие какой-то это прям уродство надругательство над дизайном каким-то над урбанистика какой-то я не знаю что это такое это вот видно вывалился они так раз так прикрыли положить смотрите как это состыковалась с основной плиткой просто взяли наломали вот таких вот вот они болтаются в песке просто мы уже поняли что эксперимент с гранитной укладкой у нас не удался нет ни мастеров не специалистов не тем более подрядчиков которые все это могли бы организовать напомню все это делала компания ремгрант директора и руководство нас убеждал что все будет отлично результат мы видим это зона просто мертва и она зона отчуждения я думаю что если этот парк когда-либо достроит люди туда ходить просто не будут если это просто не развалится до того еще момент я не знаю как ну давайте может голосовалку прикрутим я предлагаю вообще все это перестелить перебрать полностью потому что это ну это позор давайте перейдем к освещению посмотрим как реализовано освещение в парке что касательно опор первых опоры табличка прожавела изготовлены 2018 году как вы видите господа тщательно обработанный напильником но это ладно не суть то есть опора сама по себе либо складской запас либо не кондиция ну как мы видим стал бы это обычные оцинкованный металл я не знаю какой он толщиной закладные сделаны кустарным способом которые не оцинкованы хочу заметить они просто покрашены какой-то грунтовкой эмалью и уходит в землю сколько их хватит насколько через сколько лет они сгниют быстрее чем столбы или закладные раньше чем стал бы посмотрим и дальше закладная сама видно что закладная не заводская скорее всего они сэкономить решили и поставили вот эту закладную самодельную типа по принципу фланца прикрутили видимо закладные сами идут завода они есть но поскольку это дорого или дешево ставить они их не стали вообще насколько надежно эта конструкция ветроустойчивость самой надежности конструкции вот я ее рукой болтаю это хорошо еще на телефоне стаб отрабатывает вот я ее пошатал и вот она болтается ну и соответственно само качество установки давайте посмотрим также невооруженным взглядом видно что они кривые все вот видите вот по этим двух столбам прекрасно видно что они не по уровню выставлены почему это происходит скорее всего от того что не родная закладная внизу и площадь прикосновения самой опоры заводы с закладной не соответствует вот и получается на опоры себя представляет полнейший дешман стоит также отметить что по всем столбам идет уже мелкие вкрапления ржавчины то есть цинкование сделано ну так себе то есть либо эти столбы просто были какие-то кондиции поскольку они с 2018 года лежали на складе либо просто само производство их не настолько качественные года они простояли мелкая крапина уже идет сколько продержится мы опять-таки не знаем ну а почему я докопался до этих столбов так скажем я вам скажу позже вот этой будет самой изюминкой наши местами уже пошла ржавчина то есть качество цинкования здесь не на высшем уровне да вот по всему столбу я вижу мелкие мелкие крапины и жавчины на телефон вряд ли будет передаваться но это есть кто хочет может дойти посмотреть да и все опоры одинаковые 18 год ну на данный момент можно сказать что целесообразности этого парка в принципе никакой нет посещаемость там нулевая никто в здравом смысле то не пойдет там реально просто делать нечего ну надеемся что следующие этапы что-то исправит хотя надо отметить о том что вольский парк был сделан за эти же деньги ну порядка там в районе пусть со всеми черными затратами не озвученным сметах и благотворительностью миллионов 200 здесь мы уже потратили 120 пусть это было другое время пусть это были другие ценники но там готовый парк жители вольска получили за эти деньги что получили мы бетон плац с смешными столбиками даже элементарно нету просвета того чтобы ну это походило на парк что еще хочу заметить но пусть там идут работы там пока вот этот так называемый парк он еще ну пусть он не до парк еще здесь вот кроме моей жены и ребенка и меня и вот там женщина вдалеке идет никого нет сюда не тянет и никто не сюда идти потому что совершенно делать нечего на встречу с вячеславом викторовичем володином он давал предложение обязательно там о комнате матери ребенка я сам был на велосипеде здесь вот там мы встречались говорит обязательно должны быть велодорожки я на велике здесь постоянно гонял мне нравилось по грунту проезжать здесь среди травы такой она здесь всегда ровно как-то росла подстригали и был как-то какой-то хотя бы оживленный трафик гуляли люди я все равно их видно сейчас здесь вот на этом плацу жарком никого нет и с учет того что сегодня это лето не сегодня вернее это лето не жарко и сегодня прохладно то есть никто не хочет выходить на бетон и превращаться в курицу гриль пока это не парк а вот дошли мы до стелы господа ничего не смущает к низу внизу вот видите я ракурс один беру вот к верху мы видим торец а книзу мы видим и плоскость она пошла вертолетом пошла вертолетом эти товарищи нам еще одну стелу забабахают на новый пристань вся эта вот полимерка тоже она какой-то цвет приобрела то ли выцвела мне кажется тоже не на недолгая песня и закладной тоже не покрасили ничего стала центральный парк короче цвет она неожиданности какой-то приобрела мы здесь ладно люди вытерли ногами вы знали что она антивандальной должна быть наверное фоткаются соответственно вот уже металл сколько здесь металл вот я пальцем гну ведь 0 3 жесть короче прямом и переносном смысле есть из пятерки надо делать и вот эти вот штучки все до свидания будет тем более вот этот внутренний пластик он уже отошел ведь вот здесь пятерка приклеена а дальше вот расход идет ведь ну это рекламная конструкция так буква а нормально еще в клей дальше пошел расслоение здесь уже вот след от клея видите остался вот раз так был наклеен в в эти или нет есть папка такой модно не значит качественно вот трещина если такие стрелы раньше создавались на десятилетие они стояли советское время здесь вот этот клей вот этот герметик ведь коричневым промазали плотняли стыке здесь забыли но такой себя как бы короче я думаю пару лет их она этой тряпки пластиковые саморезы уже он вылезли не то что я докапываюсь я просто говорю что на самом деле этого там качество эти сборки это рекламная конструкция это нормально на фасаде высоко там магазину коммерческую но не центральной стыле вот торец посмотреть пошел там небо видно сквозь него эти пупырь такой висит как дизайн проект может быть этот стелла и весьма и неплохо тут можно спорить на вкус и цвет как говорится товарища нет ну качество изготовления это просто рекламная конструкция на фасаде любого коммерческого объекта на 5 максимум лет это если трогать нибудь а это стоит в доступе люди с этим фотографируются подходит соответственно вот вам детство примечательность быстрый обзор стеллы мы прошли парк якобы есть раз тела есть значит и парк есть продержится ли первую очередь и сама стелла до того как парк засияет новыми красками сомневаюсь что стелла достоит но так почему же я все-таки по столбам а давайте с чем их можно сравнить эти столбы которые стоят в центральном парке и где подобное освещение уже есть все вы его видели это конечно же иные локации сквер и аллеи которые были отремонтированы в том же году за счет денег крупных компаний которые находятся у нас городе и вот для сравнения господа мы приехали в парк сквер так называемый за олимпом делался он по местным инициативам делался он на деньги компании фасагра и делался в принципе я так понимаю всеми теми же подрядчиками все то же самое в одно время давайте посмотрим какое освещение здесь стоит сразу глаза бросает совершенно другая конструкция это такие же фонари городские ну в чем разница давайте посмотрим ну во первых само понятно исполнение более интересный лепесток чаша здесь какая-то стилизация под растительный орнамент несколько слоев доступ к светодиоды тоже легкий светодиод здесь насколько я знаю стоит самсунговский гусак сам вот этот смотрите способ укрепления легкий где монтажу и сделал закладная закладная заводская соответствует по грани самому столбу соответственно она идет уже притертые вы в уровень выведена сами болты закрыты пластиковыми заглушками чтобы не гнили их их легко было откручивать то есть как на детских площадках делают доступ также на шестигранниках видите ключку но самое интересное он оцинковым и покрыт молоточковой краской то есть сам столб из другого металла здесь чувствуется более основательная дни жесть не знаем миллиметровка лето и стоит он вот я шатая совершенно другое и вот по всему парку идут вот эти осветительные городские приборы тут разницы нет то есть если один столб и соответственно несколько гусаков идет кронштейнов на осветительные приборы я так понимаю на один столб можно до четырех повесить вот здесь их два и один какой-то лепесточек по дизайн самом сквере 2 то есть весь сквер идет вот в таких осветительных приборах качество материалов отметьте я внизу заглушки отметил и не увидел что наверху на самом кронштейне тоже заглушки пластиковые на головке болтов эти вы скажете что докопался ты до этих столбов они разные тот дешевый этот дорогой можно тогда визуально оценить потому что рядом они не стояли просто исполнению этих осветительных столбов совершенно разные форм-фактор одинаковые вся суть одинаковая и функционал тоже но исполнение совершенно разные что вы и скажете если я уточню такой момент что эти столбы по одинаковой цене я еще постараюсь этого доказать вот в руки нам попал интересный документ название этого документа ну и соответственно это смета на строительство этого парка вернее на часть работ связанных с электричеством давайте сейчас пробежимся потому сколько стоит такие аналогичные светильники столбы опоры кронштейны и сам осветительный прибор ну и соответственно закладные в интернете в этой смете и в том коммерческом предложении от той организации которая эти столбы ранее устанавливал для вернее поставляла для парков и скверов которые курировали с компанией фасагра надо уточнить тот факт что осветительный столб состоит из нескольких составляющих это закладная сама сами опоры кронштейн светильник обратим внимание на смету вот наша опора пересвет четырехметровая стоимостью и по смете 11100 рублей и это без ндс хочу заметить вот такую же опору мы нашли в розницу на первом попавшимся сайте и это розничная цена с ндс не правда ли цена успокаивает далее в смете идет детали закладная для этой же опоры по цене четыре тысячи триста тридцать три рубля 33 копейки еще раз напоминаю что без ндс интересно сметит и закладная у нас указана заводская а стоят в парке у нас колхозные самовары дешевление в общем налицо и того мы получаем промежуточный итог в 15 тысяч четыреста тридцать три рубля 33 копейки да и к цене закладной есть вопросы на различных сайтах цена колеблется в районе 3300 рублей а в смете на тысячу дороже и снова напомню смета без ндс а вот и цена кронштейна 4583 рубля 33 копейки тоже разбег с ценой в интернете в тысячу рублей плюсуемый сама конструкция выходит в 20000 16 рублей 66 копеек а вот расценки на столб который стоит в парке за олимпом опора там оценивается в 13 тысяч рублей это отражено в коммерческом предложении хоть и закладной здесь в коммерческом предложении нет но стоимостью 3500 рублей кронштейн одинарный стоит 5500 рублей хотя здесь в коммерческом предложении указан двойной ну цены я узнал вот результат такой и того 19 тысяч рублей с ндс и вот еще что интересно вся эта смета на 24 миллиона рублей 127 тысяч закрыта деньги оплачены но есть одно но в смете присутствуют такие ландшафтные осветительные приборы от феррикса фирма производители особенно впечатляет количество последних 138 штук кто-нибудь их в парке видел или увидит когда-нибудь вопрос риторический а вот и цена на наши знаменитые одуванчики при входной группе правда ли впечатляет ну из всего какой вывод напрашивается напрашивается вывод 1 видимо кто-то что-то с римгрантил на этом парке так вот завуалирована или прямо скажу несоответствие просто различных локаций которые делались в один год одну и той же организации и если там контроль осуществлялся с непосредственно корпорации компаний фас агро они курировали полностью стройку выбирали явно осветительные приборы настаивали на том чтобы там стояли более качественные изделия то к сожалению парк центральный контролировать было некому и туда воткнули просто самый дешевый вариант но причем не по дешевой цене за эту цену мы могли бы получить более интересные фонари может быть более правильную укладку вот этого гранита если бы сэкономили не не навернули ни по смете не по соответственно визуал установили то что есть может быть можно было пригласить хороших укладчиков поэтому гранит откуда с дагестана я не знаю то есть толковых людей кто это раньше делал и может быть это гранит тоже засиял другими красками жителями бы он понравился ну а имеем что имеем недопарк с недостроем где сейчас продолжают вваливать опять в этой бетонные дорожки опять тротуарки куда собираются сажать деревья я не знаю честно говоря когда начнут переходить к какому-то этапу где будут какие-то фонтаны может быть тень какие-то парусины накрытые легкие архитектурные формы я не знаю будет ли это вообще или так мы будем по колхозному собирать вот эти лайки о том что от власти о том что все этот парк вот замечательный ходите и радуйтесь велодорожек нет комнаты матери ребенка нет санузлов нет ничего пока там нет делать в парке совершенно ничего и если мы через лет шесть когда там мы увидим что то так зачем мы сейчас жить хотим дайте нам парк вольске он есть а иначе мы так и будем ездить вольск и наслаждаться их замечательным парком где не было компании рим грант